В современных реалиях, поэтому я тебя внимательно слушаю и буду вмерять. Ты уже не первый год занимаешься бизнесом? Ну да, уже порядка с 90-х, что бы. С 60-х годов? Слушай, а как вообще пришел в бизнес? Ну, я закончил нашу пятую школу сосновогорскую, пошел в институт у нас в Плитон. Все тусовки пошли, всем классом в кораблестроительный институт, кстати, Олег Мелингов. В кораблестроительный? Я, кстати, тоже заканчивал кораблестроительный институт. Да, это... Ты корпусник сейчас был? Нет, я был приборостроительный, система автоматического управления. Это кибернетика подводных аппаратов, там сложная специальность. И когда я учился уже на пятом курсе, у нас на Горьковске был под землей, там секретный отдел такой, я понимаю, что я уже что-то здесь не понимаю. В этот момент перестройка бахнула, и я понял, что реалии жизни поменялись, и поэтому... Почему ты вообще решил заняться бизнесом? Ведь, ну, понятно, что был перспективный там, да, молодым человеком, отучился. Работа-то была в тот момент или нет? Я учился на четвертом курсе, там, не поверьте, была когда перестройка, я купил как-то, казалось, что по 50 копеек, я взял склад целый сигарет там, и мы возили в Старатов эти сигареты, а их было много-много, а там за 3 рубля, вот там-то все отдавали. Это были какие-то дикие деньги, какие-то непонятные. Они нам приходили, и в конце концов, конечно, все на круги своя пришло, потому что полусклады потом утащили у меня, и все равно много заработали, и мы не понимали, что с этим делать, и немножко мы ошарели тогда, потому что все рушилось, и непонятно это об этом. Но, тем не менее, хватило благоразумия пойти на вечерний факультет, это экономическая деятельность предприятия, которая закончила с успехом, получила экономическое образование. Я хоть немножко, я тогда в эту перестройку немножко понимал, что к чему, что такое деньги, как с ними работать. Поэтому я стартанул уже, там, Сосновый гор приехал. А, диплом написал на атомной станции, папа говорит, давай, будем работать там. Притом, Валерий Иванович Лебедев у нас был сосед там, это жил сам, ну, директор станции. Ну, как-то меня уже заинтересовало совершенно другое. Многое возможности, которые папа не обладал этим, когда же железный занавес у нас открылся, и поэтому там занимался и книгами. Вначале было очень интересно было, у нас самочитающая сторона. Книг было мало, и вдруг литература пошла на рынок, и стало много всего. И тоже книжка там стоила, там, 10 рублей, она за 100 рублей продавалась, как бы. И опять это все было интересно, это дико было интересно. У меня стояло порядка 15 точек по всему городу. Вот эти лотки, да, об этой, тоже опыт такой. Но потом уже понимал уже, когда более-менее стабилизировалась ситуация экономическая, что надо как-то более посерьезно относиться, и увидел, что автомобильный рынок стал развиваться. Перепсистемный. Да, я просто гонял машины тупо из Германии, там, ну, там, вот Мюрхен, мой любимый город был. Мы туда приезжали, брали автомобиль, и очень интересно получалось. Потом в конце уже грузовики брали, пихали вовнутрь эти автомобили, нам привозили сюда. Да, ну, тоже такой этап жизни был замечательный, я считаю, там, потому что тоже много поузнавал. И когда, там, в Польше тебя, там, отбирали этот автомобиль, там, тебя раздевали, и деньги требовали, ну, это вот были такие, криминальные такие вещи, они постоянно были, лишь бы, в Польше, в Беларуси проскочить, там, это. Ну, потом проще, потом из Германии уже на Хельсни ходили, там, как бы, на пароме, уже другой путь. Ну, тоже, как бы, закончилась эта тема, и понял, что надо уходить уже в обслуживание автомобиля, потому что... То есть, хотелось больше какой-то стабильности, там, да, понимание, что завтра, какой будет завтрашний день, да? Ну, конечно, там, как бы, это все времянка была, это, ну, было дико интересно просто. То есть, в твоих магазинах и мастерских самое выгодное положение в городе, считается? Ну, потому что я, во-первых, никогда ничего не строил, потому что я приходил в мэрию, пытался, там, взять землю, не умело разговаривать, там, и не был вхож, там, наверное, в эти структуры, там, и покупал просто, что было мне. Вот, попался, там, допустим, на пирсе, бош-сервис для нас, это просто простые гаражи, мы их переделали и сделали, ну, то своя территория уже. И потом купил, вот, на объездной Flash 24 часа, который уже 20 лет почти, там, это, тоже, там же какой-то магазин был непонятный, мы его тоже перестроили. И вот, поэтому, так, исторически это сложилось, поэтому, вот, может, и не приспособлено сейчас, как бы, по современным стандартам, но, тем не менее, мы стараемся делать из этого максимум выжить с каждого квадратного метра. Ты сейчас вообще о каких-то еще перспективах в каком-то дополнительном бизнесе, новом думаешь, или пока все вот это, занимаешься вот этим? Ну, сейчас, потому что рынок, рынок вообще автомобильный, он достаточно стабильный и будет жить, пока вот, пока существуют автомобили, двигатели внутреннего сгорания там. И сейчас я смотрю, конечно, на рынок электромобилей, мне он жутко интересен, вот, я был в Китае там, в Пекине, допустим, уже порядка 20 машин электромобилей там едет. Когда мы ездим там на рыбалку в Норвегию, там, я стою на перегрестке, стоит три Тесла просто, мы стоим, микроавтобусы, три Тесла стоят, я понимаю, что мир поменялся уже. Мы сейчас как-то, почему-то Россия, как всегда, мы, очень не обидно, что это какие-то таможенные пошлины на автомобиле, это все равно будет, только мы опять будем уже где-то в конце. Да, говорит, очень обидно, что вот Норвегия с климатом тоже очень суровым там, и там эта электротема это идет, как бы. Ну, порадовал, допустим, недавно в Москву я ездил, и вот эти заправки для Тесла, там, с хозяинами разговаривал, они все очень довольны, но там, конечно, уже другой клиент с другими деньгами, потому что электромобиль, он дешевле в производстве, в обслуживании, во всем, просто он проще. И такой интересный факт, что в 22-м году, допустим, ну, я стал изучать эту тему, в Нью-Йорке было уже 5000 электромобилей такси. Так, для информации, что потом положено было под сукной эта тема, и за ребят, которые торгуют нефтью, и просто не дали развитию этого всему. Очень много гениальных там изобретений, просто под сукной было положено там. Ну, ты знаешь, все равно вот этот, ну, скажем так, эта эволюция автомобилестроения, да, она все равно уже, она идет, и она произойдет, потому что чем больше накапливается вот этих разностей там, да, ну, то есть, как бы, люди же отрицают, скажем так, двигатель внутреннего сгорания, они хотят, чтобы был автомобиль проще, не ломался там, да, то есть, можно было вставить в розеточку и поехать там, да. Чем больше просто накапливается в потребителей такого плана, да, то есть, то, скорее всего, все равно что-то произойдет. Смещение, скажем так, фокуса внимания, да, у людей там с двигателя внутреннего сгорания на электромобиле. Нет, ну, ты, Михаил, смотришь, как потребитель, просто я знаю, что кто-то или запрещает эту тему, потому что электромобили должны сейчас в 20-х годах у нас уйти. Мы не должны были на ДВС ездить, но он сложный двигатель сам по себе, он, я не говорю об экологии, об ужасной, которую он там переносит, и мы просто гадим свою планету из-за того, что могли бы совершенно в другом направлении развиваться уже. Вот, и просто разрешили сейчас, или век интернета, просто скрывать уже тяжело стало. И я смотрел разработки там 70-х годов, что у нас были хорошие автомобили уже электрические, там, при том, и этих людей почему-то нету. Ну, интернета можете посмотреть, там много интересного этого. Как бы даже Раф, Рижский автозавод, этот летом уже выпускал тогда. Ну, ладно, это просто перспектива, я думаю, мне, ну, конечно, в городе энергетиков живет, и мне очень хочется тему сюда это продвинуть, потому что это, там, зарядные станции должны быть у каждого, вот, флеша ночного-то, у нас просто нету таких автомобилей. И чтобы, допустим, Теслу привезти в Россию, при ее цене дешевле, чем, там, БМВ, допустим, X3, сейчас Теслу троечку можно взять, там, в ту же цену взять, в США она сейчас стоит уже. Но привезти это еще надо половину стоимости отдать. Тогда ты будешь ездить на автомобиле, на жутко дорогом, ну, конечно, я понимаю, что... Ну, еще не сразу отобьется, если ты вообще не отобьешься. Конечно, не отобьется, в данный момент пока это... Но, тем не менее, в Китае сейчас очень мне нравится политика, там, государства, что они стимулируют просто. И, допустим, в Норвегии то же самое, там, 30% государства тебе дает обратно за этот автомобиль. Просто, конечно, есть стимул, там, и люди понимают, это все. Слушай, ты же очень много путешествуешь по стране, по Милу. Ну, да, я люблю это дело. Слушай, ты, кстати, на лыжах катался, да? Нет, я сейчас приехал с Пангана. Я приехал сейчас в Таиланде, я ездил на такой волшебный остров. Не хотелось про него говорить, но есть такой остров, где средоточение, наверное, умнейших людей России. Там процентов 20 живет русских, там нету отелей, там остров, деревня такой, и собираются там владельцы бизнесов, очень много живет, айтишников. И там с утра до вечера, как на фестивале, проходят какие-то события. Там группы в Телеграме есть, я там, допустим, с утра, там, цигун в 5 утра, там, 8 часов йога, бизнес-клуб в 10 часов, потом какие-то медитации идут, потом просто банят, там, кто что хочет. Там постоянно идут события, особенно зимние, там люди приезжают и уезжают, она постоянно живет. Я туда приехал, и я столько получил информации, и при том, и людей, которых я только не читал, и думал, ну, как бы попасть бы к ним, допустим, на семинар бы съездить там. И вдруг я их вижу, я с ними общаюсь, я с ними получаю напрямую информацию, и это так здорово. Я приехал сейчас просто, вот, одухотворенно вот в этом отношении, что вот такой остров есть, это вот, как остров Чунга-Чанга. Слушай, а так по затратам сколько примерно в ходе, так там, по жизни? Взял на Пухет самый дешевый тур, просто самый дешевый, там, гостиницу двойка, там, она стоила на человека, там, 48 тысяч, по-моему, на 2 недели. А, на 3 недели, на 3 недели. С женой, с двумя детьми я приехал, и от Пухет, Пухет, ну, Пухет, я там, неинтересен этот остров, потому что там уже все пакетные туристы, я знаю, что там происходит, я ее достаточно изучил, еще в том году я там объехал на мопеде весь этот остров, там, движуха мне не очень нравится. И просто, а там уже 10 часов на автобусе и 3 часа на пароходе, и все, ну, там, на фэре, там, переплыть, и ты находишься в раю. А там и снимаешь, там жилье любое, от 300 рублей. В сутки, если ты один приезжаешь без претензий. 300 рублей? 300 рублей ты снимаешь себе комнату простую, потому что, допустим, если один поехал, у меня там достаточно было, потому что не бывает, что там, ты только приходишь и спишь, как правило, приходил в 2 ночи, уже в 6 утра уже уходил, там, это, и все, без претензий, там очень дешево, как бы, и питание там очень вкусное. И там я целых 3 недели пробыл на одних фруктах, я ничего не ел, кроме фруктов. Это, да, да, ты как-то говорил, что ты действительно сейчас на какой-то диете находишься. Нет, диеты, диеты, ерунда, я не верю в некие диеты, я просто стал слушать свой организм, и 2 года назад, даже 3, наверное, я ушел от мяса полностью, от молочных продуктов, от рыбы, я ушел от того, что имеет лицо. Я это не ем просто. Если живое существо имеет лицо, я это не ем. И продукты, как молоко, их непроизводные, там, сырые, я тоже от этого отказался уже давно. Ну, не по этическим соображениям, хотя тоже это к этому пришел, у меня в Индии много бесед было по этому поводу. Но это просто человеку не надо на самом деле. И я понимаю, как корпорации нами руководят, и что происходит, что продается в магазинах, что 90... Ребят, 97% продуктов питания – это яды просто в магазинах, поверьте, нельзя это есть просто. Это нельзя, и это мы к этой реальности еще не готовы, вообще не готовы, потому что вот они вывлились только недавно все это вот это. И, ну, очень много продуктов, когда я ушел вначале на вегетарианство, потом на веганство, потом на сыроедение, я для себя открыл массу продуктов. Просто я понял, что мир вообще другой. Он другой, я столько много стал кушать интересных вещей. У меня вкусы появились, у меня вот эти все, когда ушли эмулигаторы, красители, усилители вкуса. Все, это просто, вот, все. Я от солью недавно отказался, полгода назад. Это вообще просто другое уже. Я понял, что я вернулся просто к себе, и все. Раньше был как зомби. Я ел. Ну, со школы у нас приучали, там, кушай первое, второе, третье, там... И потом заливай. Потом, ну, представляете, вот возьмите, вот, интересно, такой есть товарищ, 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 а, на пангане тоже питание был. Он просто взял трехлитровую банку и показал, что школьник у нас кушает, когда там яичницу с утра, это хлебушек, компот, конфетку, через три часа уже опять суп, потом второе, третье, несовместимый продукт, у него получилось с трехлитрового банка дерьма, который у тебя ложится там, и выдают токсиды просто. И человек начинает болеть, а там эти ребята в халатах они тебя ждут, им ты нужен полубольной, полукривой, полу... Такой, потому что здесь мы с ним можем срубить что-то, блин. И человек попадает в заколдованный круг. И чтобы это разорвать, надо просто крепко подумать от питания. Что мы кушаем, это мы и есть просто. Что мы едим, то и мы себя представляем уже. Ты сейчас вот рассказал про банку, да, то есть и просто, может быть, зрители... Ну, как ты очень хорошо, я сейчас только что рассказывал, да, я это представил. И просто я так понимаю, что для образа, для такого более сильного, надо было поставить другую банку, да, и именно положить туда те продукты, о которых, ну, ты сейчас вот говорил, занимаясь реением. Насколько это, наверное, эффектно и красиво смотрится по сравнению с тем, что мы их потребляем? Я так думаю. Ну, это осознанность человека, мы должны прийти к этому. Я просто раньше там пытался донести, и говорю, люди, ну что же мы едим? Потом думаю, я всего доволен на этом. Какое ли мне право говорить человеку, который там... И мы затрагиваем очень едим на тему питания просто. На самом деле, я сейчас вообще уже не говорю, просто никому... Вот только сейчас, наверное, может, кому-то неприятно это слышать там. Ну, это даже не то, что... Я был на Алтае просто, очень много разговаривал со староверами. Это очень уважаемые люди. Я видел деревни. Об этом по телевизору не говорят, к сожалению, что у нас есть очень классный верхний уймон. Допустим, когда еще в 18 веке при Никольской реформе только ушли наши староверы туда. Они создали там прекрасные поселения, где молодежь откуда не уезжает, где без ГМОшная пшеница дает результат, как в Голландии ГМОшная. Там, допустим, у них коровы все чистенькие. Они там едят это мясо, но там оно совершенно коровы... Типа, а, это еще когда при коммунистах были, сейчас уже другие все напичканные. Я не к этому. Просто там я много видел людей, там лет по 70. Вот у меня там учитель был, травмик. Я травмой с ним две недели занимался, ходил и собирал. Вот он уже от сыроедения даже ушел. Он ушел уже, не знаю, какие энергии. Он вообще не ест ничего. Он ест, ну, он ест, ну, он ест три корешки, которые он собирает, там пьет чаи, и все. И то у него порядка уже 10 лет это происходит. Ну, этот человек свои 70, там, 8 лет, он пробегает по 70 километров в день просто. Да, ладно. По 70 километров в день. Я был, я за ним, вот, я не успевал совершенно. Я, вроде, сколько мне лет, сколько ему. Ну, это интересная такая история, потому что 52 года он в русском музее работал и умер, короче. У него жена умерла, у него болезни какие-то диагностировали. Пошел по врачам, потом просто он запил и, ну, не выдержал вот этого психологического момента. И уехал на Алтай, кто-то его там посоветовал. И вот все, он через травки пришел к пониманию другому совершенно, мира. Там много таких людей, на самом деле. Рекомендую, если есть, будет возможность, это на Алтай, туда, к Белухе. Я очень горд, что я в том году был на этой священной горе, Белухе с Лешей Николаевым. Здесь это с Бордент, ой, да, с Бордент. Это с нашими хирургами мы поднялись на эту вершину. Ну, если бы я знал, конечно, я в сто раз подумал бы, потому что мы вписались не в пешеходный маршрут, а в настоящий химпинизм. Когда уже мы поняли, что это было поздно отступать, как бы, да потом уже, там, слишком много мы молились, там, этим духом. И они нас пустили на эту вершину, когда мы стояли только три часа на ней, просто на вершине, на самой высокой точке Сибири. Ну, просто видишь, они все знают, да, что, ну, просто мы начали созвучить, что для того, чтобы произвести восхождение, да, нужно очень долго тренироваться и там, и жить на каких-то определенных высотах. Ну, я могу рассказать. Я могу проще рассказать. У меня, у меня началось это с Монблана, с Федором Михайловичем мы пошли, ну, там сложно было. Я не занимался спортом, еще там, когда начал в горле заниматься просто, вот чисто, у меня вот как, занимался бизнесом, с собой там, ну, жил в матрице какой-то просто. И потом понял, что надо выходить из зоны комфорта. Это вообще мой совет всем. Чтобы почувствовать жизнь, надо выйти обязательно из зоны комфорта. Из той, где мы находимся просто. Куда-то поехать там, искупаться зимой в прорубь там, это обязательно. Нет, не обязательно, у каждого по-своему. Я вчера приехал с марафона, я пробежал, там, 33 километра, половиночку взял. Но я не бегал ни разу на лыжах этой зимой, потому что как-то недосуг был. И вдруг я ушел на этот марафон 33 километра. Кайф, просто кайф. Я пришел там еще там из 10 тысяч участников, там какой-то, 3000 какой-то там, неважно. Я ушел со своими себе подобными, там, это, с ними соревновался, зарубался, там, это было круто. Я не к этому. Про горы, если просто, самое простое, у нас есть уникальная вершина, это Ибрус. Это очень высокая вершина, 5,642 метра, это, она простая сама по себе. Там есть все. Если вы пройдете Ильбрус, дальше вам будет проще. Полно туров, они дешевые, во-первых. Там можно, это, туда просто берете тур, и лучше со знакомыми, с компанией, туда приходите. Только единственное, надо иметь две недели времени чисто на восхождение. Никаких проблем у вас не будет. Вы туда приходите, живете на высоте, адаптируетесь, делаете все, как у нас, как говорят инструкторы. Вы заходите на эту вершину, потому что 5,600, это очень высокая вершина, там можно гордиться этим всем. И скажу, что вы потом, когда вернетесь вниз, потом у вас что-то щекнет вот здесь в голове. Вы поймете, что вы прикоснулись к чему-то прекрасному, и вы на жизнь посмотрите уже по-другому. На те же самые проблемы, на то взаимоотношение с людьми, на все, на питание там изменится. Я думал, почему это происходит, потом я для себя нашел объяснение, почему. Потому что Земля, планета Земля, это такой же живой организм, как и мы, как и рыбы, как и те же коров, которые мы едим. А горы, это мозги Земли, для меня просто, там вода, это кровь, допустим, ассоциация. И мы заходим в эти мозги, там как бы, и нам какая-то информация, она недаром, там все старцы, там медитации, там в Индии, там они уходят в горы. И вот волей-неволей ты на каком-то другом ментале, ты общаешься с горой, там это, даже не общаешься, даже просто тусишь, там это, но все равно ты приходишь, и тебя вскрывает просто. У тебя энергии, во-первых, очень много становится, просто тебя прет, ты бы это. Да это же не того, что ты там побывал, там, что она приняла, где-то гора. Покорить, это плохо, плохое слово, гору не покоряет никогда, она пускает тебя к себе, что она пустила тебя в гости, ты прикоснулся к этому и благодаришь ее. Вот, просто, если брусы начинайте, потом все проще будет уже. Слушай, какой-то хотел бы дать совет вот своим детям и вообще людям, ну, давай так лучше про своих детей говорим. Да, у них трое, сейчас один в Германии. А совет, слушайте себя просто. Вот, есть у нас какой-то маленький я, который тебе что-то говорит, и много обстоятельств какие-то, что надо делать вот так, вот этот умный говорит, делать так, это для него это хорошо. А для тебя это будет только что ты чувствуешь. И делай так, это старайся, по крайней мере. Потому что даже если обстоятельства какие-то идут против всего, там, все говорят, что это неправильно, все равно, на конечном итоге, для тебя это будет самое правильное решение. И тебе пространство откроет все двери, и ты достигнешь того, чего ты хочешь. И это будет твоя цель. Я очень много знаю людей, которые стремились к какой-то цели, они ее достигали, но это была нихняя цель. И у них не очень хорошо все было даже после этого. Хотя это было, возможно, там, и тот же миллион долларов такой, они доходили до него, там, это, но это не ихняя цель была, у них совершенно другая, там, это. Найти свое только главное. Это не так просто, это, ну, это надо, ну, себя просто прочувствовать уже. Вот, допустим, медитация очень хорошая штука есть, она действительно хорошая. Я тоже раньше думал, что какие-то придурки сидят там. Это, блин, ну, мне дошло, что ты просто погружаешься в себя, потому что мы себя совершенно не знаем. Надо погрузиться в себя и послушать, что же вот мы хотим. Я просто верю в реаконацию, я знаю, что мы жили раньше где-то, и у нас опыт это есть, но мы просто забыли себя. А все индийские, там, философия, буддизм, там, они только об этом и говорят, и в Библии тоже об этом сказано, как бы. Ну, почему-то сейчас современный мир, эта информация очень мало доходит, но на основу очень много всего просила реклама, и мы тонем в потоке вот в этом всем. Но надо, главное, это к себе обращаться там. Сколько ты еще шел к этому, ну, чтобы понять себя, определиться со собой? Да я не понял себя, я постоянно этим занимаюсь, мне всегда интересно было, потому что, допустим, бизнес, это интересно, но это однобокая жизнь. Когда ты ездишь, самая лучшая инвестиция, я считаю, это в путешествия, потому что я никогда не ездил в какие-то там отели, там, жить там, что-то. Я бы там давим 5 лет занимался, погружался, там, изучал, там, это мне интересны люди больше всего, которые окружают какое-то движение, там, это вот через людей я к себе иду. Как бы, как бы, в Индии, допустим, я ходил, а, лет 10 назад я прочитал, ну, Дашу, там, про гору Кокайлос, это, как бы, считается, самая большая пирамида, центр мира. Ну, и вот у меня он заразил, я говорю, я там когда-нибудь буду, хотя просто, вот, я сказал, что я туда приду и сам проверю все, как там, что он говорит, там, типа, под этой пирамидой находится весь генофон человечества предыдущей цивилизации, которые жили на планете Земля, они находятся там, в случае какой-нибудь фигни, там, допустим, мы с американцами, там, не поделили что-то, нажали дурочки какие-нибудь кнопки, там, все стерли, там, и вот, и там эти предыдущие цивилизации, они возродят жизнь на Земле, в общем-то. Ну, как после Сибирного потока, там, и потом стал изучать, и действительно, у буддизма, там, у буддизма, там, действительно, это все сходится, они это свято верят, там, но, как бы, это сказки, но сказка, это самое лучшее доношение истинной информации в закодированном виде, там, и, и, и решила, я сам пойду туда, просто, и, вот, как бы, сделал, прочитал, сделай реальность, ой, запусти мыслеформу, хоп, и оставь ее, ну, иногда подходи. Потому что это дорого, это где-то Тибет находится, там, это вообще непонятно, там, для меня это было. Проходит, там, какой-то промежуток времени, ко мне человек подходит, я накарился, иду, говорю, да ладно, ну, да, а с кем? Ну, вот, у меня есть, там, ребята, такие продвинутые уже, они, вот, это в теме, там, они на изучение, как раз, иду, я просто сразу, я тоже, это, а ребята с Украины, группа основная, эти хорошие ребята, там, притом, вот эти, все вот эти дурацкие конфликты, которые идут с телевизоров, там, со всего, такого нету. Нормальные все, к нам относятся, те, которые, которые занимаются собой, хотя бы, своим духовным развитием, они говорят про личностные росты всякие, там, это. Вот наша компания, вот, 8 человек, мы пошли им в полную луну, там, это раз в году такое бывает, совершить эту кору 42 километра. Ну, это интересно, это с территории Китая, мы в Катманду прилетели, нас довезли до Китая, там, коммунисток нам представили, там, девочки, которые сопровождают эту группу. Ну, это, конечно, круто, там, 100 тысяч человек, вот эту кору совершает, тибетцев, для них это уже, там, несколько, там, веков это все, это люди идут простираниями, 42 километра, это когда он так, так, ложится на землю, встает, порой, вот такие люди, там, это уважением не пользуются. Это надо понять, видеть, и когда ты проходишь, это все, там совершенно с того происходят невероятные вещи какие-то, когда ты, не то, что из зумно комфорта выходишь, потому что башня рвёт, у тебя видения какие-то. Конечно, я могу списать это на горняшку, потому что там выше Эльбруса высота, то есть мы стартуем, там, начало, по-моему, 5300, это только старт идёт уже, мы до 7900 доходили, это точки, там, перевала, да, и ночевали на этой высоте, там, вообще, ну, когда мы уже, когда спустились, там, вообще всё по-другому стало, я приехал домой уже, немножко, ну, вообще, опять на жизнь, по-другому, и моя мечта сбылась ещё, как бы, что я там был, там, притронулся к этим святым местам, просто моя мечта сбылась, где я не затрагивал, там, ни усилий, там, никаких, или иных, и достаточно недорого вышло, потому что люди, мы всё это сами организовали, нам только нужно было билеты, и, там, и китайскому гиду, там, как бы, на таких, не через коммерческие группы, это происходит. Есть что-то, о чём ты сожалеешь? Я сожалею о том, что, когда я был студентом, я 5 лет жил, в общежитии, на статчик 111, там, мы много времени отдавали алкоголю, вот этим тусовкам всем, что это считалось, как бы, нормально, потому что, по-другому, мы-то и не представляли всё, там, ну, очень много у меня было вот этих вещей, изъяли, там, как бы, там, ну, это всё, как бы, как был молодой, там, вот это, чтобы, если бы тогда у меня осознание какое-то наступило бы, я, конечно, бы, ну, не дружил бы с этими напитками, там, ну, очень много я дал жизни, но это было кальций, конечно, потому что всякие интересные приключения происходили вот у всех под воздействием этого, всякие клубы там, и, там, девчонки, всё там, там, это всё крутилось вокруг этого алкоголя, ну, я понял, потому что это наследство нам осталось от наших отцов, потому что почему-то это было выгодно держать людей в рабстве через алкоголь, потому что это становится стадом, им легко управлять, ну, и сейчас, в общем-то, ничего не изменилось, так что, чем мы раньше выйдем из этой зависимости, там, ну, мне нравится, что сейчас молодёжь, она в пять раз меньше потребляет, чем наше поколение, допустим, и надо уходить от этого, и, при том, любые, там, стимуляторы, которые, там, действуют от тебя, там, включают, там, там, марихуану, там, и более тяжёлые вещи, при том, сейчас какая-то синтетика уже пошла, это всё отупляет, и мы себя очень сокращаем всё, главное, мы уходим от себя, мы уходим просто в бессознательное состояние, пьянство, не пьянство, а... Мы уходим от себя, и мы просто начинаем как животное жить просто, уже, вот, просто как животное, и людей, таких большинство, при том, и они не хотят меняться, на самом деле, их устраивает, это положение вещей, очень обидно, если мы были бы осознанными, вот, больше людей приходило бы, какие-то практики, там, либо... У нас был бы мир очень хороший бы, мы любили бы друг друга, бы мы понимали друг друга, как жили у нас раньше на Руси, разговаривал с людьми, которые занимались истинной историей, не то, что мы изучали в школе, не ту историю, которую нам дают и пытаются, там, донести на нас, я просто понимаю, что 80% это фейк, просто, конкретно уже, а истина, она в другом. Не хочется сейчас поднимать эту тему, много-много про это говорить, но просто хочу сказать одно, что в русском человеке заложена самая сильная часть, наверное, человечества, и она у нас живет на генном уровне, просто, она у нас есть, ее не вытравишь ничем, ни Петром Первым, ни дальше. И это все сейчас обратно приходит, все на круги своя, и если мы сейчас вспомним, кто мы есть, что мы великий народ, что мы можем все, мы обладали такими знаниями и такими технологиями бешенными раньше просто, но нам это нельзя говорить просто. Если мы это вспомним просто, тогда жизнь вообще будет другая, можем создать суперкультуру. Я думаю, что все возрождение планеты, оно пойдет именно с нашей страны, а именно с Алтая. Это я заявляю не просто так, я заявляю словами Николая Рериха, которого я очень сильно уважаю, которого прочитал и который проходил по тем местам на Алтае, на которых я был. А этот человек был один из пророков, я считаю, что он был просто этим шаманом, просто и все, который информацию получал не просто из мыслительных процессов мозговых, а из пространства, который уже видел наперед, уже вперед, и очень хорошо изучал историю, и вся его семья для меня примером является, конечно. Я рекомендую, если вы хотите, иначе хотя бы Рериха прочитайте, потому что этому человеку можно доверять полностью. Ну, я благодарю тебя, Александр, за то, что ты пришел, принял участие в этом замечательном интервью, я о тебе узнал очень много. Ну, как-то мы вообще хотели говорить о бизнесе, там, это вроде бы... Я считаю, что это вполне достаточно, потому что, да, о бизнесе, это вообще на самом деле отдельная тема, когда можно просто... Если интересно будет, ставьте лайки, там, эти колокольчики нажимайте, если интересно расскажу о бизнесе. Кстати, да, вот действительно, если мы соберем очень много комментариев по поводу бизнеса, то есть, как бы, я тебя обязательно приглашу, и мы, в целом, запишем отдельную передачу к этому поводу. Да, про путешествия я могу это рассказать. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Миша, что пригласил. Очень приятно. Пока-пока. Пока-пока.